МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В рамках проведенного в гимназии Анадолу Беулу Константинополя спортивного турнира в адрес представителей армянского образовательного комплекса прозвучали оскорбления на фоне национальной дискриминации. В частности, во время футбольного матча между армянской гимназией Гетру Наккан и гимназиями Итю Меслики и Текник Анадолу Лисеси зрители скандировали беженцы ВОН. Как передает ежедневная газета ОКОС Константинополя, в перемешательстве учителей и персонала ситуация была урегулирована. Учащиеся гимназии продолжили участвовать в турнире. Отметим, на протяжении многих лет основанная в 1886 году армянская гимназия Гетру Наккан вносит огромный вклад в образовательную жизнь Тамбула. Азербайджанский депутат сравнил Восточную Армению с капитулировавшей Германией, потребовав внести изменения в Конституцию. Мы говорим о внесении изменений в Конституцию и важности отказа от территориальных претензий к соседним странам, заявил на заседании Мили Меджиса депутат Турал Ганджалеев, добавив, власти Восточной Армении должны понимать, что здесь не должно быть каких-либо фобий. В качестве примера он привел Францию. Азербайджанский блогер, известный в соцсетях своей ненавистью к армянам, опубликовал видео, где видно, что Баку осквернил мемориал павшим воинам 51-го батальона. Об этом сообщает независимая академическая платформа мониторинга культурного наследия Арцаха. Памятник окрашен красным цветом с различными надписями. Нижние части снесены. Платформа отмечает резолюцию об уничтожении культурного наследия в Арцахе, принятую Европейским парламентом в 2022 году, где Европейский парламент обязал Баку обеспечить исключение любого вмешательства на территориях армянского наследия, соблюдать принципы подлинности наследия и проводить восстановительные работы исключительно в соответствии с данным принципом. Осквернение памятника также нарушает критерии культурной значимости наследия, установленные по уставу в 1999 году. Начаты работы по восстановлению церкви Лори Берт Лорийской области, церкви Святого Николая Чудотворца, разрушенной башни и стен монастырского комплекса Ахпад. Специалисты ознакомились с проделанной работой на месте. Зафиксировано в Ахпаде. Существует серьезная проблема проникновения влаги из облицовочных плит. После недавнего наводнения в скальной части один из фундаментов моста Санаин был слегка поврежден. Обсудили возможность восстановления поврежденного участка. Монастырские комплексы Санаин и Ахпад расположены на возвышенном плату с правой стороны реки Дебет. Ахпад в X-XIII веках считался одним из крупнейших духовно-культурных и научно-образовательных центров Восточной Армении. Монастырь неоднократно реставрировался и огражден стеной. Монастырские комплексы Санаин и Ахпад внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Пьеса Врежа Сарксяна «За гранью мира» студента 2-го курса Ереванского государственного института театра и кино факультета режиссуры признана лучшей на международном фестивале. Вреж Сарксян стал победителем номинации «Лучшая пьеса года» на проходящем в Грузии международном литературном фестивале «Иверия». У меня всегда было желание писать пьесы, но я долго не решался, отметил Вреж. Добавив, чтобы добиться хорошего результата, я очень старательно работал. Восточная Армения стала 43-й страной, официально присоединившейся к программе соглашения НАСА-Артемис. Программа направлена на изучение Марса и других космических объектов. Глава НАСА Билл Нельсон тепло приветствовал решение Восточной Армении присоединиться к соглашению Артемис, отметив большие достижения страны в области науки, космических исследований, астрономии. Соглашение Артемис создано в 2020 году Соединенными Штатами и с семью другими странами для определения практического набора принципов, которыми будут руководствоваться при исследовании космоса. Помимо нашей страны, на сегодняшний день соглашение подписали 42 страны, в том числе 20 в Европе, 8 в Азии, 6 в Южной Америке, 3 в Северной Америке, 3 в Африке и 2 в Океании. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Продолжение следует...